Здравия! Под прошлым роликом добрые люди подсказали, что в одном местном маркетплейсе есть продажи сборки серверных Хионов, а то я грешил привозом из чайны. Стало интересно, давайте попробуем сравнить. Советовали Хион Е5-2667В4 и 2666В3. И, мол, в сборке от 6500 рупий начинаются. Это вот эти вот ББРки, то есть билеты Банка России, которые почему-то рублем называют, когда рубль по их законам монета, содержащая драгметаллы. Это вот ржавеющие серебряные якобы сувениры в Сбербанке, как раз в соотношении примерно 1 к 1000. Ну вы поняли, тема с кодами 643 и 810, который советский переводной рубль, и он же в каждой платежке за карплату сегодня. Но вот шок-контент. В ближайшей сборке подходящие подбайки из комментов начинаются от 8000, а комплекты в указанной цене на пару поколений назад. Разница в пару тысяч того не стоит. Кто не знает, я пару десятков лет управляю серверами и весьма шарю в теме. Эти вот буквы и цифры на конце, это поколения типа V2, V3 и так далее. Разница в производительности существенная. Прекрасно это осознаю, поскольку тестировал на каждом сервере производительность сайтов. Тема у нас бомж-сборка. Так что комплект за 8000 рассмотрим, как условно приемлемо адекватный для домашних пекарен. Комменты лучше сами почитайте. Даже топовые на 5 звезд с говнецом, то в РМ греется, то якобы бабы пишут для каблуков, мол, муж доволен подарком. Просто проведите анализ высеров под товарами. Ну серьезно, это просто везде, в любой категории. От расчески до космолета. А еще пишут, что лотерея счета. А самые негативные комменты такие. Чтоб все хорошо заработало, должна присутствовать удача. Кстати, я только негативные отзывы читаю последние много лет. А то позитивные отзывы массово куплены. Для поднятия товаров топ-выдачи. И это стоит копейки. И за сайтостроение еще и в продвижении разбираюсь. Если так подумать про навыки, уже должен миллионером быть. Но страдаю хероборой на старости лет в интернетах. Поверим, что нам повезет. И тут сразу в описании идет несоответствие. Частота памяти 1866 МГц с возможностью разгона. Кто не знает, не вся серверная память гонится. Короче, надписи на картинке следует еще и разгонять до нарисованных. Знаете, тут был проц и была оперативка. Плюс, возможно, новая материн-очка. А серверная материнка стоит много денег. И требует другого корпуса. И там обычно по несколько турбинных вентиляторов стоит. Шумящих, как 10 геликов. Домой такое никак. Даже в шкаф. Соседи придут с топором по вашу душу. А возможно и сами домашние. И вот мы получили две планки по 16 гигов на 1866 МГц. Которых получится разогнать скорее до 2600. То есть память примерно на 1000 МГц медленнее. А чудес не бывает. 3200 МГц это теоретический потолок для разинов первой серии. Есть сценарии, где до 3800 разгоняют. Зависит от материнки и удачности кристалла проца. Но в Бомж сценарии об этом забудьте. Плюс частота серверного процессора 300. Почти там же, но минус 500 МГц. Гнать придется, чтобы сравняться с настольными сборками. Возможно с перепрошивкой материночки. И следом перегревом в РРМ. МГц это миллион операций в секунду, которые способен обработать процессор. Но самая главная проблема. Как повезет с материн из подвалов очка чайны. В лотерею играть не люблю. Ибо это налог на тупость. Теперь к райзену 1600х. За условные 2000 и если повезет, вдвое дешевле. У которого 3600 МГц базовая частота. В iOS можно еще поднять на 100-200 без проблем. Даже на самых дешевых материнках. Например у MCI это гей-моды называется. К сожалению не нашел точных сравнительных тестов. Так что фоном пустил ролик, где разогнанный камень слабее на 400 МГц на B450 плате. И чуть постарше серверный проц. А результаты в играх будут в любом случае очень близко. В этом плане разницы нет. Видеоха решает. Но они все туже 3070 не смогут раскрыть. Ну как любят это называть в интернетах. То есть она будет недогружена из-за слабых процессоров. А в теме скорости однопоточной производительности. Ryzen 1600X будет выигрывать даже на самых дешевых матерях. Может с настольным Intel он только сможет поспорить. Зависит от серии. Конечно возможно не во всех задачах. Мои тесты серверов показывают. Что обработка, скажем так, условно текстовых данных. Может быть быстрее на Хион. Но это серверная специфика. Их под это и делают. Дома это все не требуется и не используется. К Ryzen 1600X покупаем БУ DDR4 память на 3200 МГц. В зависимости от камня и материнки. Она заработает на 3200 или на 3000 гарантированно. Пойдем на местную помойку. На которой нет нормального поиска по галочкам. И находим оперативку 2 по 16 гигов на 3200. Стоимостью 3500 рупий. Уверен, если попотеть с запросами, получится найти дешевле. То есть у нас 2000 плюс 3500 равно 5500. И пошли найдем самую бомжатскую брендовую новую материночку. В другом магазине для натуралов. Под Ryzen на 65 ватт можно брать вообще любую. Брендовый стоит примерно 4300 рупий. Итого 9800. На 1800 дороже, но без приключений. И базово быстрее. И он опять сосет. А боты опять пишут в комментах, что надо брать Intel. Ибо дешевле и лучше. Занесите денег. Я также такую пургу начну рассказывать. Теперь погнали найдем подобный штеут. Очень близкий к Ryzen 5 1600X. Это Intel i5-10400F. И сразу в выдаче мы ловим 4500 рупий. Память DDR4 на 2666 МГц. То есть может как и Ryzen за 3200. Ну в теории. Новые материнские платы есть от брендовых производителей. И они стоят на 1000 дороже. Кирли вы мне в комменты писали, что материнские платы Intel дешевле. Косоглазую подвальную херню что ли имели ввиду. Я это покупать вообще не хочу. Это психическое отклонение по сути. Они пока не могут. Опять понадеемся на чудо, что Intel возьмет частоту в 3200 МГц. Тогда стоимость сборки 4500 плюс 5300 плюс 3500. Итого 13300. И тут у меня вопрос. Чего вы меня лечите в комментах про свои серверные процессоры? И про обосранный Intel в целом. Ничего не поменялось. Сборки тупо дороже и причин этому нет. Серверные еще и по технологиям отстают. Это отстой, не стоящий своих денег сегодня. Продаватам следует ронять цену еще раза в два. Чтоб это было хоть как-то актуально. И на сетупо райзен. И они мне ничего не заносили. А вот все эти Intel и кремлеботы в комментах. Под любым роликом в интернетах. Заставляют задуматься о технологиях промывки мозгов массом. Пишите в телегу или бусте. За 300 билетов Банка России окажу консультацию. И подберу, что есть в продаже. Чтоб собрать суперкомпьютер. А за 777 рупий уже буду потеть больше. Чтоб прям найти идеальный вариант за указанную сумму. За 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс как систему устанавливать. Всем добра, здоровья, процветания и денег.